С наступлением теплой весенней погоды в районе появилась необходимость для наведения порядка лесополос вдоль дорог федерального значения. В связи с чем 11 марта в районе прошел широкомасштабный субботник. Каждый год в Кашкабльском районе весной приступаем к расчистке лесополос вдоль федеральных трасс. В этом году после зимовки, с начала весенних дней приступили к расчистке лесополос по сельским поселениям. Каждый год это видно, как активно работают и сельские поселения, и бюджетная организация в сельских поселениях, и фемильские хозяйства, и соцработники тоже принимают активное участие. В этом году приступили к работе. Где-то с 1 марта мы начали расчистку лесополос вдоль федеральных трасс. Общая длина лесополос у нас в районе составляет более 40 километров. Главы всех сельских поселений стараются как можно скорее завершить работы, связанные с расчисткой лесополос. В том числе и майское сельское поселение. Уже вторую неделю майское сельское поселение, так как и остальные все поселения, занимаются благоустройством населенных пунктов, благоустройством лесополос. В течение недели отработали абсолютно все организации, которые есть на территории майского сельского поселения. КОЦСОН, администрация, и школа, и садик. Буквально участвовало около 200 человек. Сейчас вы видите, что на заднем плане здесь как раз кучи, которые были собраны. Сейчас решается вопрос, что с ними делать. То есть организуется вывоз этих куч в отведенное в поселение место для того, чтобы потом централизованно все это сжечь. На данный момент сейчас опять собираются все люди здесь на территории лесополосы для того, чтобы уже до выходных данную территорию закончить и заняться благоустройством именно населенного пункта. Как было отмечено ранее, в субботнике приняли участие работники администрации поселений, бюджетных организаций, различных структур, главы крестьянско-фермерских хозяйств и другие. Благодаря общим усилиям были произведены следующие виды работ. Вырубка сухих веток и деревьев, расчистка лесополос вдоль трасс от различного вида мусора и, конечно же, побелка деревьев. Уже завершают эти работы Ходзинское сельское поселение, где уже побелено все, Волинское сельское поселение, где уже тоже побелено 90%, там осталось чуть-чуть. Также работы ведутся на Тыбовском сельском поселении, в Дмитриевском сельском поселении, во всех сельских поселениях эти работы ведутся. Но более активно все эти работы идут в Волинском и Ходзинском сельском поселении. Можно сказать, что уже Ходзинское сельское поселение полностью завершило работы по расчистке лесополос и побелено все там. Сроки установлены до конца марта в каждом сельском поселении. Я думаю, что и в этом году до конца месяца установлены сроки, все работы будут выполнены и вдоль дорог все лесополосы будут побелены и расчистены.